Денис, приветствую тебя на нашем очередном выпуске совместного анализа фундаментального технического разбора. Говорим мы с тобой о смежных, скажем так, инвестидеях, даем довольно детальную оценку ситуации. По комментариям и фидбэку, опять же, со стороны твоего трейдерского сообщества и с нашего следует то, что контент довольно востребован, нравится. Я предлагаю нам с тобой продолжать в том же духе. Если есть предложение, уважаемые друзья, это такой заброс в студию, безусловно, делитесь тем, что может быть добавить, либо что-то убрать. Мы с удовольствием с Денисом готовы будем приспособиться и подстроиться. Ну что, Денис, давай вкратце тогда подведем итоги наших с тобой прошлых идей. По канадцу мы с тобой работали и по нефтям. И поговорим уже о чем-нибудь новеньком в ходе уже текущего эфира. По традиции передаю тебе слово. Пожалуйста. Да, спасибо. Сейчас делаю показ рабочего стола. По идее, уже начался. Да, видно. Так, супер. Значит, ситуация, кстати, сейчас не совсем однозначная. В таком случае, с технической точки зрения, мы тогда разбирали нефть с Канадой. Ну, нефть пока что еще текущий майский контракт. Его немножко осталось уже пару дней. По большому счету, ничего не происходит. Примерно на одном уровне находится. Я у себя, ну, опять-таки, это CFD-шка, поэтому с учетом того, что новый уже июньский контракт немного по другим ценам торгуется. Вот. Поэтому, если есть желание, если все-таки успею добить до конца недели, взять за FD-шку еще по, можно сказать, скидочным ценам. Такая скидка. Вот. И потом, соответственно, уже... Ну, я, в принципе, как видел, так и вижу сейчас. Вот диапазон 15-18 наиболее сильный. У меня вот границы месячные, недельные внизу прям. Вот их целая кучка собралась все вместе. И, собственно, по нефти ничего не менялось. То есть, с этого диапазона вверх... Вот. Я не думаю, что здесь в ближайшее время что-то, в принципе, изменится. А по Канаде у меня вот такая вот картина. Я рисовал заранее еще вот эту вот зону сопротивления. Если ее округлить, это 1.41, 1.41 на 75. То есть, это для меня наиболее сильный такой диапазон. И вот как раз посмотрим, как он будет себя проявлять. Потому что я смотрю, что самый крупный объем за вчерашний день, но это, опять-таки, на четырехчасовом графике, если брать по вертикалям, у нас сосредоточен именно в верхней границе. То есть, в принципе, это, ну, очень часто является предвестником того, что может произойти. То есть, могут здесь поколбасить. Дальше буду смотреть. В любом случае, верхние границы, вот они тоже очень близко уже находятся рядом с ценой. Поэтому вблизи сопротивления плюс контрольная маржинальная. У меня здесь, по большому счету, мнение никак не менялось. То есть, уперлись в контрактный депо, достаточно сильное сопротивление. Я просто буду ждать. А теперь, касательно того, что вот сегодня с тобой собираюсь рассмотреть. Значит, фунт. По фунту вот такая достаточно интересная картина есть. По большому счету, изменения тенденций у нас здесь не происходило. Самые такие жирные, крупные, мощные, сильные границы поддержки у нас с опционной точки зрения прямо сейчас цена в них находится. То есть, вот они и М1, и М2. Причем, М2 в три раза больше объем, чем текущий месячный. При этом, две ближайшие зоны поддержки. Цена еще даже до самой первой. Ну, там буквально чуть-чуть вчера там пунктов 10 не добила. Поэтому сегодня, в принципе, запросто могут добить. И плюс ко всему, здесь еще вот он, контрактный депо у меня синим цветом показан. То есть, в принципе, как поддержка достаточно сильная. Плюс к этому еще вот самый крупный объем. Если смотреть по текущему июньскому контракту, то мы можем видеть, что вот этот весь диапазон и плюс еще, если сюда суммировать, это все такая вот сильная область поддержки является. Поэтому я лично считаю, что отсюда попытаюсь, во всяком случае, снова откупить. Потому что продавать, честно, ну, мне пока не очень хочется. Да, как бы был импульс вниз, но, опять-таки, эти импульсы у нас очень часто, вот тоже был импульс вниз, который очень мощно откупили. Поэтому очень часто их откупают в обратную сторону. Я все-таки по последней тенденции, которая еще с середины марта началась, грубо говоря, месяц назад вверх, то я думаю, что как минимум не хватает еще одного хотя бы перехая вот в эту область, там, 27,5-28, а отсюда уже буду смотреть более серьезные шоты. Ну, пока что я больше к лонгам все-таки склоняюсь именно с технической точки зрения. Что касается, что у нас там, золото, да? Да, золото. Вот по золоту ситуация неоднозначно. Если, например, по фунту там четко видна поддержка, то по золоту, например, сопротивление выделить не получится у нас. Так уж просто. Технически, да, я тут разные уже пробовал делать построение, и то опять-таки, смотря на какие котировки нам обращать внимание. То есть есть котировки спотовые, котировки фьючерсные, и, соответственно, они абсолютно по-разному выглядят. В целом я для себя вот увидел такую концепцию, что цена ударилась, у меня такой, скажем, разновидность трендовая для сопротивления, то есть ударилась в ее верхнюю границу, при этом нарисовала, вот видно, как росли у нас объемы в текущем контракте, и нарисовались самый крупный объем как раз на самой последней верхней свече. То есть это является признаком кульминации, то есть это кульминация покупок называется. При этом месячные, недельные границы у нас тоже находятся все вверху. И суммировав опять-таки эти значения друг с другом, получается, что здесь само по себе у нас сопротивление достаточно сильное. Произошла от него техническая коррекция вниз, и сейчас ретест. Теперь самое интересное, ретест либо вот от ближайшей зоны сопротивления, я вот для себя ее еще вчера вот в таком виде выделил, когда свеча закрепилась за ее диапазоном вниз, или все-таки попытается дать перехай и потом только двинуть вниз. Вот этот момент, мне, если честно, пока до конца непонятно, но это опять-таки серия гадания. Будет или не будет перехай, черт его знает, это, к сожалению, будущее нам неизвестно. Но как минимум я просто продажу кину без убыток уже на всякий случай. И на случай, если будут перехай, я все равно буду в области кульминационных объемов искать вход, мы уже будем на более младших таймах. Скорее всего, где-то на часовом таймфрейме, там уже буду смотреть, что, возможно, что-то более точное появится. Но так в целом я все-таки за то, что движение вниз у нас коррекция в район где-то 1650 реально может пройти. И потом, опять-таки, продолжение движения вверх. То есть в среднем стратегически золото, я считаю, вверх продолжит свой рост, но через внутреннюю коррекцию. Вот эту внутреннюю коррекцию как раз хотел бы взять. Тем более пункта здесь очень неплохо. Более 700 пунктов, я думаю, можно попытаться взять. Так что либо без убыток и пересматриваю продажи в лире-тесте кульминации, либо же сразу с текущей химпатизации. Такое мое мнение. Спасибо тебе, Денис. Так, давай тогда я демонстрацию. Да, сейчас. А, вот он. Ага. Так, тоже пару слов относительно наших с тобой прошлых идей. Ну, то есть ты поделился уже своим наблюдением по канадцу и по нефтянке. Черед за мной. По доллару канадцу. Очень интересная ситуация, потому что она не может не быть интересной. Тем более, что если удается хорошо заработать на движение, которое прогнозировалось изначально. Действительно, по доллару канадцу удалось прорваться почти на 300 пунктов. Это еще не предел, я абсолютно уверен, потому что мы наконец-таки дождались логической отдачи канадцы того, что происходит с рынком нефти. Рынок нефти валится. Учитывая важность этого экспортного ресурса для Канады, понятно, что канадцы тоже начинают поджимать. Важнее, безусловно, это вчерашнее заседание канадского регулятора. Ставку, как ты знаешь, и оставили на прежнем уровне. Собственно, так же, как и программа количественного смягчения. Но вот в ходе пресс-конференции полоза, которую возглавляет канадский регулятор, было сделано довольно четкое и важное для перспектив канадца замечание о том, что при дальнейшем ухудшении экономических перспектив у них в загашке есть еще 200 миллиардов канадских долларов, которые также будут пущены на поддержку экономики. Я всегда отношусь к этим мерам экономического стимулирования, как бы стратегически заглядывая вперед и понимая, как это впоследствии может повлиять на, в том числе, инфляционные риски и, в целом, на то влияние, которое это окажет на национальную валюту. По доллару канадцу есть еще один фактор, помимо нефтянки, помимо намеков на дополнительное монетарное стимулирование, помимо ухудшения экономических реалий, еще один фактор это повышенный спрос на доллар, как защитный актив, особенно после вчерашнего блока статистики по промпроизводству и роничным продажам, а сегодня, кстати, у нас и заявки. Поэтому те, кто держит длинные позиции, я бы призывал их удерживать дальше, там в район 1.42.50 и повыше 1.43.50. Что касается нефтянки, здесь просто мчащийся локомотив, все ниже и ниже. Мы в данном случае по бренду сейчас котировки 27.48, мы продавали довольно-таки давно, уже с уровней выше 31, соответственно, профит даже в процентном выражении для нефтянки и для сделок довольно существенный. В принципе, нефть 10% за день, это давно я, кстати, не видел такой волатильности, но вот хорошо, что рынок нефти нам такую волатильность сейчас дает. Почему рынок снижается? Потому что, как мы уже с тобой говорили, соглашения маловато, недостаточно, чтобы решить проблему с избытком предложения. Второй фактор, это вчерашний доклад от Международного энергетического агентства, что спрос на нефть только в этом месяце снизится на 39.7 миллионов. И тут сопоставляя, опять же, с сокращением добычи на 9.7, ну, математика очевидная, что ребята не дотянули до тех, ребята, это ОПЕК плюс-плюс под соглашением, до тех решений, которые могли бы сломать вот эту тенденцию падения спроса и роста предложения. Запасы, как ты помнишь, вчера снова выросли, но в этот раз побили рекордный показатель за все время накопления статистики с 1982 года. То есть я сейчас вообще вижу бездонное, скажем, пространство для снижения нефтянки. Ну, хотя в качестве ближайшей цели можно руководствовать целью и уровнем 25 долларов за баррель. Ну, что тут остается 10% еще расплюнуть на ближайшие дни. И что касается, давай, наших сегодняшних с тобой рекомендаций, фунт против доллара. По фунту не первый день мы с тобой в эфире уже, мы начинали, по-моему, с тобой с британской валюты, первые идеи точно были по этого активов. Вот несколько раз подряд я обжегся, я все время стоял на снижение британца, и в итоге он все равно за разы рос. Сейчас я считаю, что та коррекция, которая началась и идет уже второй день подряд, это все-таки не просто какой-то технический отскок, это, может быть, возвращение к каким-то фундаментальным реалиям и обоснованным значениям для британца. Мы, кстати, вчера видели ослабление рисковых активов вдоль всего рынка Форекс, это было связано, опять же, с укреплением доллара. Доллар укрепился, как я уже отметил, после выхода сильных данных. И сегодня я жду заявки на пособия по безработице и буду использовать их как еще одно дополнительное топливо для дальнейшего роста доллара и давления, соответственно, для рисковых инструментов. Честно говоря, я уже в сделке по продаже фунта с уровня 1,2470, то есть у меня сейчас небольшой минус. Те, кто будет, опять же, смотреть этот ролик, если заинтересует идея по продаже с учетом фундамента, то можно как раз поставить селс-стоп с уровня 1,2470 и уже ждать движения в район отметки 1,25. И по золоту, Денис, я, ты знаешь, по золоту я довольно оптимистично настроен, и я, наверное, отношусь к тем трейдерам, которые ожидают, что с учетом того, что сейчас происходит вообще в глобальной экономике, мы увидим обновление исторических максимумов. То есть они были выше, там, 1900 с небольшим. Сейчас мы уверенно растем, вот видим вот в этом диапазоне довольно мощную проторговку, поэтому те, кто еще вне этих сделок, я предлагаю дождаться все-таки также небольшой коррекции, хотя бы к уровню 1700-1710 и уже потом подбирать золото. Потому что золото сейчас, оно является еще одним классическим активом, который, ну, не может падать, когда мы фактически хороним какие-то хорошие перспективы для мировой экономики. Вот последний доклад Международного валютного фонда, спад там больше, чем на 3%. Сейчас еще мы, я отметил, что есть риск увидеть реальный прессинг, точнее, рост индекса потребительских цен на фоне мер монетарного стимулирования со стороны регуляторов из-за того, что сейчас происходит с экономикой по причине пандемии коронавируса. То есть золото растет уже довольно продолжительное время. И не просто так. Золото является хорошей страховкой сейчас от риска инфляции. Я думаю, что нужно просто смириться с тем фактом, что на данный момент, пожалуй, немного активов, которые могут дать трейдерам такую же защиту, как, собственно, золото. Поэтому ближайшая цель – это 1750. Я уверен, что при таком росте влатильности, как в последние дни, мы реально сможем сделать эту цель в перспективе в ближайшей неделе, может быть, чуть больше. Так что, Денис, это фундаментальный взгляд на то, что происходит в моменте, на те идеи, которые мы с тобой озвучили. Еще раз тебе большое спасибо за твой подход к анализу. Мы с тобой увидимся уже в следующий вторник. Снова найдем интересные идеи и снова предложим их нашим трейдерам. Спасибо тебе и хороших выходных. Спасибо тебе тоже хороших выходных. Отдыхаем и тогда снова вторник в бой. Точно. До встречи. Счастливо.